Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. Сегодня на очереди 4 глава. Следует сказать, что разделение между 3 и 4 главой выглядит довольно искусственно. В общем-то, продолжается та же самая пророческая речь, которая была начата в 3 главе. «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день». Имеется в виду день бедствия Иерусалима, когда враги захватят город. Начало описаний которых в 3 главе здесь продолжается. «И скажут они мужчине, за которого ухватятся, «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, «только пусть будем называться твоим именем, «сними с нас позор».» Женщина в древности, если оставалась не замужем, это для нее был позор. Так же, как бесплодие считалось позорным, так же и если женщина, дева, не выдавалась замуж, то в этом тоже для нее не было чести. Это был для нее позор. Здесь описывается ситуация, когда все мужчины погибли, и вожди, пятидесятники, о которых речь шла в 3 главе, и просто воины, и бедствие, гибель массовая, воинов мужского населения привела к тому, что женщин стало много. И вот здесь говорится, семь женщин на одного мужчину. Многоженство в Ветхом Завете не осуждалось, хотя и не имело слишком большого распространения в израильском народе, но дозволялось все-таки, и, видимо, было обусловлено тем, что женщин было больше, особенно когда война, когда мужчины, воины погибают на войне, женщина рисковала остаться вне семьи, она могла просто оказаться не замужем, и поэтому считалось для женщины лучше быть второй или третьей женой, чем вовсе остаться без мужа. «Сними с нас позор», то есть «возьми нас замуж», говорят они вот к этому, обращаются к этому мужчине и говорят ему такие слова здесь, женщины. «В тот день, в день бедствия Иерусалима, отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Здесь очень важный для Исаии и вообще для пророков термин «отрасль». Отрасль, цемах на иврите, имеется в виду росток. Росток метафорически этот термин обозначает царя, потомка Давида на престоле в Иерусалиме. Потом этот термин будет применяться в мессианском смысле для обозначения грядущего идеального потомка Давида, спасающего, искупляющего свой народ. Здесь, по всей видимости, в этом стихе во втором мессианского смысла нет или, по крайней мере, его очень трудно здесь разглядеть. Возможно, речь идет просто об одном из иудейских царей. «Отрасль Господа в красоте и чести явится, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, ибо все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Речь идет о том, что после бедствий, грядущих на Иерусалим, после разрушения Сиона, Сион и Иерусалим здесь синонимы, здесь параллелизм, будут через эти очистительные бедствия, город будет очищен, и люди в нем будут именоваться святыми, к душим. Дело в том, что понятие святости, оно этимологически восходит к понятию отделенности. Святые — это те, кто отделены, это собственность Господа. Вообще-то таковыми должны быть все представители народа Божия, все израильтяне, все иудеи, все, кого Господь избрал и отделил для себя, они должны быть святы. Звучит призыв в книге Левит, «Будьте святы, ибо свят я, Господь, Бог ваш». То есть отделитесь от всего нечистого, от хананеев с их обычаями, от всех тех вот гадателей и лжепророков, о которых шла речь в третьей главе. И не хотите отделяться, тогда Господь отделит святых от несвятых с помощью меча, с помощью войны, с помощью бедствий. И останутся одни святые, будут очищены, освящены Богом, отделены от всего нечистого, чтобы и город Иерусалим, Сион и вся земля Господня действительно были святыми. Мы называем Иерусалим святым городом. Вот у арабов, например, город так и называется Аль-Куц, святой город. Святой Аль-Куц. И в Священном Писании, Ветхом Завете, да и в Новом Завете, Иерусалим называется святым градом. А земля, святая земля, земля Израиля, называется святой землей, землей Господней. Потому что Господь отделил для себя, осветил и землю, и город, и обитателей. Если же не хранят эту отделенность, эту святость, тогда следует божественное наказание, чтобы вновь отделить и вновь осветить. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом, суда и духом огня. Суд, огонь, бедствие нужны для того, чтобы очистить и омыть скверну дочерей Сиона. Об их бесчестии, об их осквернении речь шла в предыдущей главе, в третьей. Четвертая глава, собственно, продолжает ту же самую тему, и речь, она не завершена, она продолжается. Только здесь уже в четвертой главе говорится о том, что последует за этим бедствием, за войной, очищение войной, очищение кровью скверны дочерей Сиона. Дух суда и дух огня, божественный дух очистит этот народ, этих дочерей Сиона, и народ будет вновь святым и чистым для Господа, и не будет в Святом Граде никого нечистых. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облако и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. О каком покрове здесь идет речь? Здесь, по всей видимости, речь идет о том покрове, который сам Господь распрострет прострет над своим городом. Альколь хавод хупа над всяким, над всем святым, над всем, что свято, коль хавод, здесь славно, славно, чтимо, не свято, а чтимо здесь славно. Кавод — это слава. И вот над всем, что имеет славу Господню, здесь будет покров. Хупа. Шатер. Будет шатер для осенения. Сука. Сука шатер. Праздник сукот, праздник шатров, самый, может быть, радостный праздник из всех древних ветхозаветных праздников, когда в течение семи дней народ, вспоминая странствования по пустыне, живет в шатрах, в шалашах. Вот этот самый шатер, здесь термин сука в шестом стихе, для осенения от зноя, днем, и для убежища, и защиты от непогод, и дождя. Хупа, сука, эти все радостные, и торжественные, и дающие вдохновения, и прохладу, и спасающие от зноя, и являющиеся убежищем и защитой, все эти образы, все эти метафоры говорят о том, что сам Господь распрострет покров над своим народом. Хупа — это еще и место бракосочетания. Израильский народ — это невеста Господня, а Господь — ее жених. хупа, сука являются местом встречи таким образом народа Господня со своим Господом. Все это будет после наказания, после того, как Господь снимет наказание со своего народа, осветит свой народ, и город, Иерусалим, будет вновь святым городом, населенным святыми, очищенными, освобожденными от этого поклонства и прочих разных нечистых ритуальных практик народа. Город, в котором будет торжествовать социальная справедливость, и не будут больше богачи, вельможи набивать свои дома добром, отнятым у бедняков. То, что осуждалось в 3 главе пророкам, впоследствии, в чем мы читаем в 4 главе, этого уже не будет. Вот такое пророчество содержится в 3-4 главах книги пророка Исаии, пророчество о наказании и о помиловании, обличении о восквернении и пророчество об освящении. Освящает Господь, если мы с Господом, мы свободны от всякой скверной и нечистоты, мы, приближаясь к Господу, мы освящаемся, отделяем себя от всего нечистого и входим во святый град. Все это имеет значение, конечно же, и для нас, христиан, которые отделены для Господа в таинстве крещения, вступили во святой град и должны хранить чистоту и святость, будучи гражданами Царства Божия. Запись делается для библейского портала Экзегет. Продолжение следует... Продолжение следует...